Самое загадочное ограбление в автозаводском районе. Причем тайна даже не в личности грабителей. Они-то как раз известны. А загадкой стали причины происшествия. Причем как для потерпевшего, так и для самих грабителей. Но обо всем по порядку. Вот что зафиксировали камеры видеонаблюдения Ломбарда в автозаводском районе. Два хулигана вывели жалюзи по бокам. И подняли их вот до этой уровни. Отталку взяли и начали бить. Стекло и форточку. Стекло было, но я уже все вытащил. И тут тоже все полностью стекло было разбито. А это мы уже усиленные поставили. Второе. Один тут стоит. Один бьет. И тот говорит ему камера. Он рассматривал на камеру. И вот сфиксировал камеру. Полгода назад где-то то же самое. Так же вскрыли в середине. И те же, то же самый человек на видео. То же самое. Вот тогда было прям ногой. Стекло. Простутки решетки у нас. Вторая дверь. И он стекло. Нет смысла никакого ломать. Просто хулиганство. Даже внутрь они не проникнут. Ограбить. Пить надо. Жрать надо. Вот и все. Одна цель. Их что, золото что ли? Интересует. Может быть просто с хулиганными целями. Или они просто хотели злонамеренно что-то навредить. Конкретную ломбарду. Делать им нечего. Наверное, ударило солнце. Колячка. Надо кушать все, сломать. Хотя они у нас ни разу не были. Почему наш ломбард, непонятно. Самое интересное, что ответа на этот вопрос не знает даже сам грабитель. Как ни странно, застать его удалось у дверей все того же ломбарда. Он пришел извиняться. Здравствуйте. А это вы пытались дверь сломать? Да. Да. А зачем? Хулиганил. Ну зачем? Не знаю. Никак не могу объяснить. Ну как? Ну так. Почему именно этот ломбард? Совпадение. Как совпадение? С течением обстоятельств не знаю. Никак не объясню. Что-то в голову взбрело, не знаю. По другу. А что вдруг делал? Подговаривал, говорит, не надо, не трогай, дурак. И почему вы его не послушали? Дурак. Какой смысл от этого? Я не знаю. У нас тут решетки, смысл даже никакой. А я не собираюсь туда лазить. Я просто хотел похулиганить. Я не планировал влезть туда, понимаете. Был бы пьяный, объяснил бы, наверное. Сейчас не могу понять. Две разные личности. У вас, когда выпьете, часто такие состояния накатывают? Чумачачи. Ну да, бывает. Кстати, хозяин ломбарда согласился не доводить дело до полиции. Но с условием того, что горе-взломщик выплатит компенсацию за разбитое окно и поврежденную дверь. 60 тысяч рублей. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...